Дорогие друзья, здравствуйте. Филипп Березин и портал Preon.ru начинает заключительный в 2022 году вебинар. Мы традиционно подводим итоги в конце декабря, делаем такое большое глобальное событие, общаемся с экспертами рынка. Обычно это всегда такое с неким налетом праздника. В этом году по понятным причинам никакого праздника нет. Мы просто говорим о тенденциях и обращаем внимание на те рынки, которые были в первую очередь интересны нашей аудитории. А наша аудитория это в первую очередь русскоязычные граждане России, Украины, Казахстана, Беларуси. Те, кто покупал или интересуется покупкой зарубежной недвижимости в уходящем в 2022 году. Примерно полтора часа может быть чуть больше продлиться наш вебинар. За это время мы поговорим с экспертами, представляющими шесть очень разных направлений. Что эти направления объединяет? Они были в тренде. Они привлекали особое внимание покупателей. Они, соответственно, определенным образом покупатели влияли на рынок. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Естественно, у нас есть некоторые ограничения по времени. Примерно 15, максимум 20 минут мы пообщаемся с каждым из наших экспертов. В порядке очередности по странам имена называть экспертов не буду. Отдельно их потом представлю. Турция, Эмираты, Кипр, Болгария, Индонезия, Греция. Шесть стран у нас будут представлены. Были уже изначально к нам поступали вопросы и по другим странам. А будем ли мы говорить о них? Да, будем. Но уже в следующем году, я думаю, в начале года мы сделаем еще один вебинар, когда уйдет новогодний лоск и будем говорить чуть более продуктивно. Хотя, я думаю, сегодня продуктивности будет немало. Итак, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И заранее обращаюсь ко всем экспертам. По завершении нашего с вами диалога не уходите сразу. Ответьте на вопросы, наверняка в чате еще что-то будут спрашивать. Итак, Александр Кабарч, генеральный директор компании от Объект Кэстейт, наш эксперт по Турции. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, наши слушатели. Александр, давайте сразу начнем с, скажем так, с оперативных новостей. Вот буквально в последние 24 часа из Турции поступили такие, они неофициальные, в том смысле, что на официальных сайтах данных никаких нет, но что-то, говорят, меняется в программе гражданства и какие-то изменения, они, может быть, и не масштабные, но учитывая интерес к Турции у покупателей, говорящих по-русски, вообще интерес к Турции, это важно. Пожалуйста, несколько слов об этом. Да, мы ждем новостей, сейчас уже определенные изменения, то, что будут, и то, что мы знаем, они точно будут, некоторые в процессе обсуждения, и вот в процессе обсуждения новости касательно получения турецкого гражданства, раньше мы всегда озвучивали, что вы можете приобрести несколько объектов на общую сумму 400 тысяч долларов и претендовать на получение турецкого гражданства, сейчас идут обсуждения, что это будет только один объект, также в ТАПУ, в свидетельство о собственности, будет только один человек, ну и некоторые небольшие изменения касательно, у кого вы покупаете недвижимость, этот человек должен, он и до этого был турецким гражданином, который как минимум три года владел недвижимостью, по этой недвижимости, которую вы будете получать под гражданство ранее, никто не должен был пользоваться этой программой, также не должен был получать гражданство, и также некоторые изменения есть в течение трех лет, этот объект не может быть продан тому же человеку, потом после даже трех лет, тому же у кого вы купили гражданство, могут аннулировать, вот такие всякие мелочи сейчас обсуждаются, и скорее всего будут введены, то есть изменения будут. Также то изменение, которое у нас будет, и в принципе это изменение коснется финансовой составляющей недвижимости, я думаю, это многим актуально, у нас сейчас с нового года продажа недвижимости будет идти по оценочной стоимости, то есть кадастровая стоимость будет продажная, которая официально в кадастровом управлении, идти по экспертной оценке, то есть ранее, если у нас строительная компания или продавец мог сказать, что я, допустим, мою недвижимость оценили в 100 тысяч евро, но я продаю ее за 70 тысяч евро, то сейчас так не получится, сейчас сделка будет идти по экспертной оценке. Да, не меньше, поэтому, конечно, налог на оформление, он-то остается 4% от стоимости, но стоимость уже будет выше, соответственно, затраты на оформление у покупателей будут выше. Прежде всего, это актуально тем нашим покупателям, которые ориентируются на анталийское побережье, потому что в Анталии очень много объектов всегда продавалось по заниженной стоимости, то есть это Анталия, Мерсин, Алания, вот это коснется. Поэтому, если раньше мы озвучивали, что переоформить квартиру, например, планировкой 1 плюс 1 в среднем плюс-минус полторы тысячи евро, то сейчас я бы ориентировалась уже с нового года как минимум на 3-4 тысячи евро, но и выше в зависимости уже от объекта. Вот официально мы этого подтверждения нигде не видим, но, как я понимаю, внутри рынка информация уже есть, поэтому вот эта информация по экспертной оценке, конечно, ну она уже 99%, что так и будет, поэтому у нас строительные компании сейчас сразу предупредили, и мы предупредили всех своих покупателей, кто у нас, допустим, оплатил недвижимость, но не вступил в собственность, вот до Нового года мы сейчас загружены по полной программе «Хотя бы успеть подать заявку в кадастровое управление и получить ТАПУ». Хорошо, мы к этому вебинару приготовили в рамках нашей презентации с одной стороны какие-то объекты наши эксперты приготовили, но перед тем, как показать объект, давайте начнем вот с чего, я просто сейчас презентацию включу. Так, вот она у нас, презентация, и начнем с факта. У нас есть один факт, который, собственно, определяет в значительной степени год. Итак, здесь это статистика турецкого статистического управления, в отличие от многих других стран, в Турции статистика по числу сделок с гражданами конкретных стран поступает очень быстро, и она действительно впечатляющая. Итак, в прошлом году было продано на чуть меньше 4,5 тысяч объектов россиянам, в этом году почти 14. Эта цифра наиболее красноречивая, примерно такой же, то есть три с лишним раза рост продаж со стороны, рост покупок украинцев, ну, в Беларуси и Казахстане чуть-чуть меньше, но все равно рост существенный. Закончилась ли эта эйфория, или она, вот это же ажиотаж, или он еще продолжается? Что у вас сейчас происходит, Александра? Давайте прокомментирую, да, у нас в этом году по статистике на 20% больше иностранцев купило в 22-м году, чем в 21-м году. Россияне лидируют по всем параметрам, причем россияне, если раньше какой-то отрыв небольшой был, несущественный, то сейчас это просто огромнейший отрыв по сравнению с другими странами. И уже вот на протяжении всех последних месяцев, начиная с весны, граждане России у нас покупают более 2 тысяч объектов в месяц. Далее у нас идет Иран, Ирак и Украина на четвертом месте. Также украинцы были всегда, ну, там, пятой, шестой, в десятке где-то. Да, то есть, конечно, и этот рост продолжается от граждан России. Мы сейчас видим и интерес, он не понижается, только увеличивается. Допустим, в октябре у нас около 2 тысяч объектов было продано, уже в ноябре 2 500, то есть статистики пока за декабрь нет, но я думаю, она будет также не меньше. Цены не падают, то есть ажиотаж не спадает, даже учитываясь нашими нововведениями по ВНЖ, даже учитывая, что некоторые районы у нас для ВНЖ закрыты, тем не менее, все равно интерес очень большой, объектов не такое большое количество, как было раньше. Строительные компании пытаются также какие-то новинки нам предоставить, и сейчас идет развитие тех районов, на которые раньше акцент не было, из-за цен прежде всего. То есть как-то строительные компании хотят предоставить нам более лояльные цены и, соответственно, ищут недорогие земельные участки. А эти недорогие земельные участки в районах, в регионах, которые развиваются, непривычные нам. То есть раньше о районе Паялар, Акуджалар на Ланинском побережье или тот же Алтенташ в Анталии мы не слышали. А сейчас эти районы на слуху, и там, конечно, в этих районах у нас идет развитие, и, конечно, прежде всего то, что эти районы открыты для получения ВНЖ. Поэтому какого-то спада или вот чуть-чуть мы не предвидим, даже учитывая, что в новогодний период у нас обычно люди уже с новогодним настроением, им не до сделок, ни до чего. Тем не менее, на сайт сейчас вообще звонков очень много. Недвижимость больше всего, и, соответственно, вот если граждане России у нас на первом месте сейчас, то и объектов, если раньше больше всего объектов было продано по статистике иностранцев в Стамбуле, то сейчас первое место занимает Анталия, куда входит Аланье, потом второе место это Стамбул и третье место это Мерсин. И по статистике больше всего вот за 22-й год у нас подорожала недвижимость именно в Анталии и в Мерсине более чем на 200%. Ну, это в лировом, конечно, изменении, да, но даже учитывая уровень инфляции большой, все равно это существенные показатели. То есть если мы смотрим графу роста цены, то есть она у нас вот такая, вот так вот, вот так примерно идет, в 22-м году она просто вот так вот вверх по показателям идет. Вот поэтому, но тем не менее доступные цены еще есть. И программа, то что, программа еще получения ВНЖ по той же аренде, хоть и лонов все равно есть, по покупке недвижимости ВНЖ есть, программа гражданства, все это, конечно, оно действует и оно привлекает, и является теми факторами, которые в Турцию привлекают. Скажите, можно ли все-таки говорить о некоем ценовом переломе, вот в какой связи есть большой спрос на объекты под ВНЖ и какой-то, может быть, тоже выросший, но явно не так выросший на объекты в районах, которые к ВНЖ не имеют отношения. Можно ли сказать, что сейчас вот уже есть некая разница, если да, то какая? Вы знаете, я бы так сказала, во-первых, разница в чем? В тех районах, которые открыты для ВНЖ, вот, допустим, если мы берем Аланию нашу популярную, это центр, ООБА, Тосмора, объектов очень мало. То есть практически весь спрос пошел на это, все желание пошло на эти объекты. То есть это готовое жилье, которое подходит для ВНЖ. Соответственно, у нас больше предложений стало в Махмутларе, который закрыт для ВНЖ, который вот сейчас люди, которые хотят переехать на постоянное проживание, его не рассматривают. И также Афсалары. Цены в этих районах не упали в закрытых для ВНЖ, но предложений в этих районах стало больше. То есть если мы очень сильно ограничены в тех популярных районах, открытых для ВНЖ, то в закрытых районах у вас сейчас, если у вас нет цели переехать на ВНЖ, я бы их рассмотрела. Потому что рано или поздно эти районы все равно откроют, и сейчас вы можете выбрать действительно достойный объект по хорошим деньгам, чем будете ориентироваться на какой-то, наверное, ажиотажный спрос в открытых районах для ВНЖ. Вот так вот. То есть я бы так сказала, что цены пока, конечно, не так растут в районах, которые закрыты для ВНЖ, но они не падают, и предложений там больше. Окей. В следующем году в Турции президентские выборы. И совершенно понятно, что очень многие решения, в том числе и связанные с ограничением определенных районов, это решения явно не экономического, а политического характера. Политического характера, да. Ваши ощущения, какие есть, насколько сейчас именно 2023 год может в этом смысле быть, ну давайте я назову, употреблю слово, нервный. То есть вот добавление новых районов, какие-то дополнительные ограничения, насколько к этому надо быть сейчас готовым? Да, ну начнем с того, что строительный сектор и сектор иностранных инвестиций, он всегда для турецкого государства был важен, особенно в нашем районе. То есть туризм, строительство, недвижимость. То есть как-то пресекать это или обрубать никто не намерен, и в целях ни у кого не будет. Да, понятное дело, могут быть какие-то ограничения, может быть то, что сейчас закрыли какие-то районы, будут какие-то изменения, для кого именно они закрыли. То есть допустим, в закрытых районах, если ранее вы приобретали недвижимость, вы можете получить ВНЖ, это изменение уже есть. То есть уже в пользу исторов, которые вкладывались, покупали недвижимость для собственников недвижимости, уже вот такие облегченные процедуры есть. В дальнейшем, что, конечно, может быть и что обсуждаются, то есть вот это вот системы, которые сейчас у нас очень много людей, приезжают, снимают квартиры и получают на жительство. Очень много отказов и так уже идет по аренде. Может быть и будет какое-то официально, что по аренде ВНЖ уже будет получить или нельзя, или очень-очень сложно. Поэтому по недвижимости пока я не думаю, что как-то будут большие изменения, мы только надеемся на то, что откроют открытые районы. Вот, в принципе, и все. То есть не думаем, что будет как-то усложняться и что-то меняться. Ну и по гражданству я все-таки хотела бы сказать, что мы и тогда подразумевали, что от 250 будет повышение, но в конце концов наступило 400 тысяч долларов. Сейчас мы также думаем, что это изменение будет, вот этот лимит будет поднят в 2023 году, то есть вряд ли будет программа действовать на 400 тысяч долларов. Уже идут обсуждения, чтобы это было или 750 или миллион долларов. Поэтому пока есть возможность только так. То есть все, что коснется изменений, я так думаю, это будет изменение со стоимостью с финансами. То есть выше будет налоги, выше будет получение гражданства, вот только так. И, скорее всего, уменьшение ВНЖ, выданных именно конкретно по аренде недвижимости. Окей. Давайте обратимся к тому объекту, который вы выбрали для нашего вебинара. Вот он. Несколько слов об этом. Мы с нашими экспертами сегодня договорились, они представляют по одному объекту, который является неким отражением всех тенденций, которые сейчас проходят на рынке. Итак, пожалуйста. Александра? Вы знаете, да, я выбрала этот объект. Алло, алло, слышно? Да, слышно. Слышно. Да. Слышно? Да, Рада? Да. Я выбрала специально этот объект. Это открытый район, это самая наша популярная локация. Таких объектов в Аллане мало. То есть это пляж Клеопатры, близкое расстояние к морю, 650-500 метров в зависимости от блока составляет расстояние от моря. Полная инструктура, то есть один из самых последних участков, который строительная компания нашла. Открыли мы продажи на этот объект ровно месяц назад и начинали мы со стоимости 187 тысяч долларов за квартиру 1 плюс 1. Сейчас уже второй этап цен, потому что квартиры пошли хорошо продаваться, уже не так много осталось, 207 тысяч. То есть за месяц на 10% в валюте выросла стоимость недвижимости. Да, конечно, будет расти каждый месяц на 10% в валюте, но сам факт, если это хороший, удачный, правильно выбранный, ликвидный объект, то есть в конце строительства стоимость вырастет очень-очень хорошо, даже считая, что это объект премиум класса, учитывая локацию. И еще раз, конечно, как раз тут я хотела цены показать. Если мы говорим о центре города, центре Аланьи, то ниже уже 200 тысяч на новостройке 1 плюс 1 у нас нет. То есть раньше таких цен не было, сейчас уже то, что начинается с единички, практически ничего нет. Вот если мы говорим о самых недорогих ценах сейчас в Аланьи, чтобы сориентировать наших зрителей, допустим, у нас есть готовые 1 плюс 1 в районе Авсалар, около километрах от моря. Еще раз, цель забыть, просто сбойный большой. 69 тысяч евро, готовая квартира, 3 километра от моря, простой дом без всякой инфраструктуры мощной, район, который еще развивается. Это самый-самый минимум на сегодняшний день, что у нас есть. Это Авсалары, если мы говорим даже о тех районах, которые начали развить восточнее в сторону Мерсена, Аланьи, это Демертаж, Базипаша, там уже также цены высокие. То есть даже те районы, вроде бы там и нет еще такой инфраструктуры, тем не менее ниже 100 тысяч евро, квартиры 1 плюс 1 в этих районах уже нет. Окей. Друзья, я попрошу сейчас в чате опубликовать две ссылки. Первая, мы в конце августа, начале сентября с Александрой проводили расширенный такой вебинар в Телеграме, не все могли его увидеть. Я думаю, что значительную часть вопросов вы ответы там найдете. Соответственно, эту ссылку сейчас мы в чате опубликуем. Обязательно опубликуем контакты с Александрой, с тем, что кому было желание по завершению вебинара, могли бы с нашим экспертом связаться. Александр, спасибо вам огромное. Я просто еще обратил внимание, да, вот цена получилась на новостройку на этапе строительства уже 3 тысячи евро за квадрат. То есть, ну, по крайней мере, объекты небольшой площади, наверняка там с большой площадью цены будут чуть-чуть ниже. Но данные более-менее... Хотела бы обратить еще внимание, как раз о площади вы озвучили, что 67 квадратных метров, 1 плюс 1, по нашим сегодняшним меркам, нам это уже считается большой объект. Учитывая то, что сейчас площади в Турции все меньше и меньше, и 1 плюс 1 в новых домах, они практически уже там 45-50 квадратных метров, то есть 67 квадратов, это считается у нас, вау, большая квартира. Ну, это еще площадь Брута, которая учитывает и балкон, и стены, и часть лестничной площадки. Вот, поэтому это считается много. Александр, спасибо вам большое. С наступающим Новым годом. В Новом году обязательно встретимся и на наших вебинарах. Александр Крабахчий, генеральный директор компании Ataberg Estate. Если есть какие-то вопросы, вы задайте в чате. Я думаю, Александра ответит. Да, мы оперативно ответим. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, покидаем гостеприимную Турцию. Если, по данным Прианру, примерно в 3,8 раза, примерно в 4 раза вырос спрос со стороны россиян, со стороны украинцев в 3,5 раза на нашем портале. Спрос – это количество обращений к компаниям на покупку того или иного объекта. Но есть страна, где этот спрос вырос куда существеннее. В 5 раз по сравнению с 2021 годом вырос спрос на Объединенные Арабские Эмираты. И сейчас к нам должен подключиться руководитель отдела продаж компании Caspian Real Estate Евгений Пирожок. Евгений, если вы нас слышите, подключайте камеру и микрофон, начнем общаться. Вообще, действительно, Евгений, приветствую. Боброго дня. Действительно, ситуация в Эмиратах в 2022 году, она очень нетипичная. Но, тем не менее, я сразу хочу спросить. Кадр покажу вам, который мы собрали сейчас. Итак, рост цен в Дубае мы собирали из разных источников информацию. Вот есть, например, такая цифра. Поскольку официальных данных не было, это были запросы разных агентств недвижимости. Понятно, что очень многие компании меряют по себе. Вот цифра. Квартира, рост цен 8,5%, виллы 13%. Вот ваши ощущения, как все-таки меняются цены? Как они менялись? Ну, смотрите, вот мы буквально сейчас с утра планировали деятельность на следующий год, на 2023. И смотрели по стоимости цен в этом году рост. Ну, и смотрели там 2021 год, сравнивали, значит, всю динамику. Вот. В чем можно сейчас выделить там основные моменты, да? И что можно сейчас сказать? Смотрите, вот есть объекты, которые за этот год, за этот год... Сейчас я статистику подниму, одну секунду. Живая обстановка, это всегда, по-моему, украшает вебинар. Сейчас, пока Евгений к нам возвращается, буквально пару слов. Или уже... Да, секунду. Да, Евгений, да. Смотрите, вот у нас статистика по объектам. Некоторые виллы выросли у нас, это данные наших клиентов, данные наших клиентов. Кроме того, мы с партнерами покупаем сами объекты. 45% это за этот год. То есть, образно говоря, вы покупали виллу там за полтора миллиона долларов, плюс 700 тысяч вы добавили к стоимости. Это только за год по росту. По апартаментам. У нас есть апартаменты, которые сделали x2 за этот год. Средний процент это 27. Вот именно по тем объектам, которые у нас сейчас клиенты приобретали, и по тем объектам, которые мы перепродаем. То есть, обычная для нас сейчас динамика по объекту, например, я про который сегодня расскажу, по тому району, про который буду рассказывать, в котором объект находится. То есть, это миллион шестьсот тысяч дирхам, один миллион шестьсот тысяч дирхам приобретают, тут же ставят ценник плюс 300 тысяч дирхам, и то есть продают в короткий период. Вот, то есть, достаточно хорошая статистика, ну, именно для рынка Дубая. Если мы говорим... Да, да. Вот сразу хочу уточнить. Вы сказали, вы назвали среднюю цифру 27, и назвали цифры, ну, в некоторых случаях до двух раз. x2, да. Что это такое? Почему какие-то объекты росли настолько сильно? Все-таки, ну, согласитесь, рост в два раза, это аномалия при любом рынке. Это аномалия при любом рынке, при стандартной экономике, скажем так. Будем говорить открыто и честно. К сожалению, 2022 год, он не являлся годом стабильной экономики, стабильной политической ситуации, не являлся годом стабильным от слова совсем. Вот, из-за этого вытекают определенные экономические аномалии, которые выражаются в рынке в том числе. На данный момент ситуация на рынке такова, что недвижимость в Дубае растет. И не зря вы сказали в самом начале, что это, естественно, ну, нужно посмотреть на Дубай, потому что он на слуху, наверное, у каждого второго, третьего человека. Очень много людей сейчас сюда переехало из России, из стран СНГ, из Европы в том числе. То есть на рынке сейчас ситуация такая, что не хватает недвижимости на аренду. То есть людям, по сути, многим негде жить. И многие люди снимают, например, квартиры в one bedroom, two bedroom, живут там втроем, в четвером, в пятером, потому что достаточно поспешно покидали страну из-за вышеупомянутых обстоятельств. И, собственно, ну, если есть спрос, а спрос сейчас очень великий, соответственно, будет и расти предложение. Ну, это мы и видим в 2022 году. Я говорил в прошлом вебинаре, который мы проводили, что рост недвижимости будет, и он будет проходить дальше. Многие эксперты, мы изучаем четыре экспертных площадки, это эксперты достаточно хорошего уровня. Это люди, которые говорят про недвижимость в 2023 году, как про недвижимость в Эмиратах, которая не остановит свой рост. Потому что мы увидели большой рост стоимости недвижимости в Дубае как раз-таки на фоне эмиграции людей сюда. И что примечательно, я опять же-таки говорил об этом в прошлом вебинаре, люди сюда переезжают не на время, люди сюда приезжают релацироваться. В Дубае таким образом экономика сложилась, то есть Дубай был, скажем так, готов к переселению большого количества людей. Здесь огромное количество компаний, которые помогают релацироваться, открыть бизнес, счета, оформить резидентство и так далее. То есть многие люди сюда вывезли прям бизнесы. То есть вот наши клиенты сюда переезжали, люди, которые брали себе там две-три инвестиционных квартиры и брали квартиру для себя и говорили, мы переезжаем сюда навсегда. То есть, ну вот это основной, скажем так, отзыв наших клиентов и запрос наших клиентов в этом году, мы переезжаем сюда навсегда. Окей, я, во-первых, попрошу в чате опубликовать данный, вот тот вебинар, о котором мы говорили, он примерно месяца три назад, по-моему, мы с вами общались. Я думаю, что сейчас ссылочку мои коллеги опубликуют. Но все-таки, вот смотрите, есть пример объекта, который вырос в цене два раза. Совершенно очевидно, что закладываться на такой результат невозможно. Это просто, ну... Это скорее бонус, да. Да, скажем так, как случилось так, что какое-то предложение, это значит, что в моменте большое количество потенциальных покупателей сказали, мы хотим купить здесь. Вот, ну, условно, объект, мы сказали, там стоил полтора миллиона дирхамов, допустим, стал стоить три миллиона. Означает ли это, что и подобные объекты сейчас могут стоить столько же? Или все-таки, ну, если один вырос в два раза, а другой вырос там процентов на 25-30, в этом есть некая нестыковка по конечной цене? Или это просто в моменте, так ситуация у людей складывалась, чтобы... Смотрите, здесь что можно сказать? Есть несколько этапов, несколько этапов работы с недвижимостью. То есть покупка, покупка именно недвижимости. То есть у нас есть пресейл, это когда, например, какой-то застройщик официально объявляет о том, что будет продаваться тот или иной объект. Есть предпресейл, то есть это когда еще нет информации особо о том, что будет какой-то объект. И мы выкупаем этот объект, скажем так, за ту стоимость, за ту стоимость, которая она есть еще на предстарте. Вот как раз-таки, если мы примерно прогнозируем, это опять-таки работа с информацией, примерно прогнозируем, что какой-то объект будет стоить, например, там 4 миллиона дирхам, но у нас есть возможность купить его, например, за 3 миллиона 600 или 3,5 миллиона дирхам на пресейле, но только зайти в более долгую сделку, ну, более долгую, на 2-3 месяца до пресейла, то мы пользуемся этой возможностью и от изначальных цифр мы покупаем, конечно же, недвижимость, ну, мы приобретаем недвижимость с более большим профитом и с более большей выгодой. Вот здесь нужно вот эти моменты учитывать. У меня товарищ сюда переехал в Дубай, 4 месяца где-то назад переехал в Дубай, то есть полностью с бизнесом, с семьей, вот. И мы выкупали ему квартиру со вторичного рынка на дистрессе на миллион дирхам дешевле рынка, на 1 миллион дирхам. То есть это, ну, по нынешним меркам в рублях это 18 миллионов рублей. Такие объекты редкие, но опять же таки это правильная работа с информацией. То есть мы знали заранее, что будет legal case, мы знали заранее, что будет отчуждаться квартира, да, по-русски говоря, российской терминологией, и выкупили эту квартиру. То есть это правильная работа с информацией, правильно вы сказали, правильно зайти в моменте. Этим и ценится агентство real estate. То есть много агентств real estate, которые могут просто оформлять квартиру, вам дали несколько вариантов, вы сказали, вот этот вариант нам подходит, давайте его приобретать, и они просто помогают вам сделать документы. Но это ситуация, которая даст вам, ну, вот те, наверное, проценты, которые вы там выше показали, да, и то как бы больше процентов, что рынок сейчас более активный. Если же мы говорим про правильную работу, то это как раз таки те проценты, которые я озвучил. И вам любой риэлтор, который давно в рынке находится, он вам то же самое скажет. Скажите, пожалуйста, если мы говорим об инвестиционной привлекательности Дубая в целом, какие точки роста вы видите? Это туристическая недвижимость или недвижимость для постоянного проживания. Это крутые дорогие кварталы, это варианты поскромнее. Это виллы, это квартиры. В общем, если говорить. Я понял. В общем, по объектам. Смотрите, по точкам роста. Во-первых, здесь два очень крупных драйвера сейчас в Дубае. Первое – это эмиграция, конечно же, да, как я сказал. И второй момент – это когда деньги привозят именно сюда. То есть люди перевозят деньги сюда. Соответственно, от этого экономика государство растет. Но здесь еще нужно упомянуть такой очень хороший момент, который я упоминал, опять же таки, в прошлом вебинаре. Это правильная политика руководства в данной ситуации. То есть государство всячески способствует развитию бизнесов, развитию среды. И всячески создает условия таким образом, чтобы вы с деньгами сюда не просто приехали и на неудачно как-то начатый бизнес их потратили. Они способствуют здесь, чтобы ваш бизнес укрепился и генерировал дальше прибыль. То есть, скажем так, те семена, которые сюда приехали и которые здесь рассеивают иммигранты, которые получают резидентство, здесь за восходом этих, за тем, чтобы растить эти растения, да, все это развивать. Здесь государство, ну, простым языком, очень сильно следит. То есть они представляют, что это такое, они понимают, что сюда идут деньги и они, конечно же, ну, они, конечно же, способствуют тому, чтобы эти деньги здесь оседали и генерировались дальше. Просто нужно, наверное, пожить в Дубае хотя бы там полгода-год, посмотреть, как здесь все устроено, каким образом здесь все функционирует. И тогда, ну, вы будете понимать, что это за точки роста. Если мы говорим по недвижимости, да, отвечая на ваш вопрос, издалека зашел, если мы говорим по недвижимости, то здесь я бы выделил следующее. Смотрите, конечно же, апартаменты, жилье в Дубае – это, ну, самое первое, самое, наверное, популярное, что покупают. Вот это жилые апартаменты. Я бы, наверное, четко бы не разделял инвестиционную недвижимость от недвижимости жилой. По одной простой причине, что даже жилая недвижимость, которая в Дубае не была предназначена для высокого роста, она, ну, вот просто в этом году добавила огромное количество процентов. Вот. Про инвестиционную мы уже тут в данном случае вообще молчим. По поводу вилл скажу, что тенденция где-то от середины следующего года, это где-то от, ну, июль, июль-август следующего года и до конца года будет очень серьезная тенденция, будет очень серьезный рост именно на виллы и на землю. На частные виллы и на землю. Сейчас этот рост значительный, но он не достиг своего пика, поэтому если вы хотите все-таки инвестировать деньги в что-то вот крайне ликвидное, и крайне ликвидное на таймфрейме, например, одного года, года полутора, то это все-таки виллы. Окей, давайте посмотрим тот объект, который вы представляете нашему вебинару. Пожалуйста, несколько слов об этом. Смотрите, почему я выделил этот объект? Во-первых, это объект в новом, так называемом, центре Дубая. Что значит в новом центре Дубая? Это значит то, что в прошлом вебинаре я говорил, что в Дубае нет центра пока что, потому что город молодой достаточно. То есть пока что еще центра нет. То есть центр там, где развивается большая инфраструктура. Развилась инфраструктура, например, там на Дубай-Марина, там стал такой туристический центр. Даунтаун, бизнес-бэй развился, туда перекочевал центр. Сейчас новый центр – это так называемый Майдан. В Майдане есть такой район, это Шоба-Хартланд. И в Шоба-Хартланд, один из моих любимых застройщиков, который, я считаю, входит в топ-3 по качеству отделки, по качеству строительства, это компания Эллингтон. Есть объект, который уже на данный момент доступен к продаже. Его уже можно приобрести. Там, конечно, уже очень много объектов купили, но есть канцели до отмененки, поэтому нужно работать с информацией. Называется Hackberry. Сразу скажу, Hackberry никак не переводится по-английски, это просто такое имя нарицательное. Очень интересная история этого объекта и почему я его выделил. В самом начале выступления, давайте я логично подойду, в самом начале выступления я говорил, что правильная работа с недвижимостью, с покупкой недвижимостью, продажей, перепродажей в Дубае – это работа с информацией. Так вот, этот объект – это жилой дом, это жилые апартаменты. Он изначально планировался как отель. То есть он планировался строиться как отель. Это значит, что у этого дома богатая инфраструктура в сравнении с другими жилыми домами, например, в Дубае. Богатая инфраструктура, у него отдельный клубный дом на территории, очень хорошая территория отдыха, бассейн и так далее, о чем я подробнее расскажу. Ну и, собственно говоря, именно поэтому он выделяется среди остальных. Обладая этой информацией, мы получаем существенный рост, прирост стоимости недвижимости и карентной ставки. В данном проекте 29 этажей премиум-класса. Предложены студии-апартаменты с односпальными, двуспальными, трехспальными вариациями. Есть дуплексы и пентхаус. На данный момент анонсирована инфраструктура данного жилого комплекса. Это бассейны, теннисный корт, баскетбольная площадка, аквапарк, кинотеатр, лаунж-зоны, библиотека, зарядные станции для электромобилей, что популярно на данный момент. И отдельный клубный дом, отдельный клубный дом, прямо на территории дома. Здесь в Дубае минимум, что вы в среднем объекте увидите, это бассейн и тренажерный зал. Это минимум, он будет доступен для всех жильцов. Та инфраструктура, которую я сейчас описал, она намного богаче. И, конечно, мы, обладая информацией, очень много на пресейле и на предпресейле сделали для наших клиентов выгодных сделок. Один момент тогда уже, который в завершении хотел бы у вас уточнить. Вот там в этом объекте было написано, что сдача 2026 год. В какой степени, я предполагаю, что для кого-то из инвесторов столь длительный срок, то есть через три года, это все-таки большая история, это длительный срок. Ваше ощущение, ваш взгляд, насколько вообще надо обращать внимание на сроки строительства, даже если застройщик абсолютно надежный и сомнений в том, что он построит никаких колоний? Здесь, смотрите, такая ситуация. В Дубае нужно знать законодательство, и в Дубае очень мало людей ориентируется на сроки сдачи недвижимости. Я объясню, что это значит. В Дубае по закону вы имеете продать квартиру, право, если вы оплатили 30% от ее стоимости. Какие-то застройщики устанавливают 40%, какие-то 50%. Вот в данном случае, в данном объекте, оплатив 30% стоимости объекта, вы имеете право ее перепродавать. То есть, причем эта перепродажа, она не зависит от количества и процентного соотношения постройки здания. Здание может вообще не быть. Оно может быть только в проекте, но юридически оно есть. И поэтому, просто оплатив 30%, вы имеете право добавить свою стоимость 10-15% и перепродавать тут же. То есть, в Дубае, поэтому недвижимость очень популярна. Одна и та же квартира на стадии строительства, например, в 3 года, она может быть перепродана 5-6 раз. И 5-6 раз по следующим ростам. То есть, человек на преселе, вот наш клиент зашел, он перепродал на 15% дороже, там 35% было оплачено. Новый владелец оплачивает эту стоимость, берет, владеет, например, полгода, выставляет еще на 15% дороже и там перепродает кому-то. То есть, здесь это достаточно распространенная практика, особенно на хорошие объекты. Вот Hackberry был продан практически весь еще до пресела. Есть просто сейчас канцелеты, отмененные квартиры, когда у людей там есть определенные проблемы финансовые, они не могут оплачивать и так далее. Мы вот за такими моментами охотимся. Как раз таки те проценты, о которых я вам сказал, они вот ввиду вот этих инструментов и реальных. Окей. Дорогие друзья, Евгений Пирожок, руководитель отдела продаж компании Caspian Real Estate. Контакты, пожалуйста, Евгений, опубликуйте в чате, чтобы те, кому это интересно, могли к нему обратиться. Евгений, спасибо, с наступающим вас и увидимся, услышимся в следующем году. Хорошего вам. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, мы на некоторое время вернемся в Старый Свет, вернемся в Европу. Подавляющее большинство европейских направлений были абсолютно, и слава богу, они абсолютно открыты для граждан Украины. С покупателями из России, покупателями из Белоруссии чуть сложнее. Но, тем не менее, можно сказать, счастливым для покупателей, это уж точно счастливым исключением, был остров Кипр. И о Кипре мы в ближайшие несколько минут поговорим с управляющим партнером Intermark Real Estate, компания Savills. Экс-Севills, да, сейчас у нас очень много эксов, да. В 2022 году появилась Ирина Ибошева. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Филипп, добрый день. И сегодня мы хотели в контексте разных программ и локаций зарубежной недвижимости поговорить о Кипре, который лидировал из объектов и локаций Старого Света, поскольку после 24 февраля все сделки, связанные с приобретением недвижимости для жизни, для инвестиций, для эмиграции в Европе, стали более сложными. Собственно, Кипр, почему он популярен и остался популярен в этом году? Ну, собственно, есть традиционные предпосылки. Кипр, как православная страна, очень дружна с Россией, очень любит россиян там. Это давнишняя историческая такая тенденция. И россияне тоже очень любят Кипр за теплоту эмоциональную, за теплоту климата, за еду и вообще близость менталитета. Это первое. Второе. По-прежнему даже сейчас сохранена возможность оплаты объектов недвижимости со счета резидента из российского банка. И эти платежи проходят. Это, безусловно, чуть ли не единственная страна, где такая возможность сохранилась. И, собственно, объекты, которые можно приобрести на Кипре, их достаточно много. Очень заинтересованы девелоперы в россиянах. Почти 50% составляет доля россиян в объеме продаж Кипра. И за инвестиции от 300 тысяч евро можно было еще получить ПМЖ и можно по-прежнему. Можно по-прежнему. Я на секунду не прерыву вас. Покажу просто слайд один, он довольно тоже красноречивый, по Кипру. За первые 10 месяцев 2022 года рост продаж иностранцам плюс 71%. Как Ирина справедливо сказала, если взять вообще русскоязычных покупателей, то там доля не почти 50%, а 50% плюс 71%. Даже с учетом того, что 2021 год в самом начале своем застал относительно жесткие на Кипре ограничения ковидные, все равно эта цифра очень-очень существенная. Ирина, скажите, пожалуйста, как сейчас вообще происходит формирование прайса и борьба за объект? Что имею в виду? Все-таки предложений 300 тысяч плюс, их, во-первых, не так уж и много изначально было. И сейчас, понятное дело, во-первых, так, есть ли люди, которые покупают на Кипре не под ПМЖ, и, соответственно, их устраивает цифра дешевле? Или таких людей практически нет? По крайней мере, в вашей карте. Да, разделю на две части ваш вопрос. Первое – это ценообразование. Действительно, ликвидные, интересные объекты за 300 тысяч, их уже небольшой выбор на острове. Самые популярные традиционно локации в Лимассоле за эти деньги можно купить строящийся объект. Это будет одна, максимум две спальни и объект, который будет введен в следующем или через 2-3 года объекте строительства. Более демократичные по своей стоимости такие локации, как Пафос, Никосия, Ларнака, там можно найти объекты в этом чеке уже построенные, но, естественно, в этом году такое предложение популярное вымылось с рынка, и таких объектов недостаточно. В бюджете меньше, чем 300 тысяч, безусловно, существуют объекты, но они будут менее ликвидны. Это, как правило, недвижимость устаревшая морально, эстетически и технически. И наши клиенты при прочих равных сравнениях объектов все-таки выбирают объекты 300 тысяч плюс, потому что это будет нового строительства объекта с соответствующими ликвидными характеристиками. Если мы говорим о сроках сдачи, ведь, как вы сказали, если покупка осуществляется из России, то важное условие – это объект строящийся. Да, значит, тоже небольшой комментарий по поводу цены, что надо понимать, что цена 300 тысяч включает в себя полную отделку, то есть за эти деньги вы получаете полностью построенный объект с полной отделкой и встроенной мебелью. Всегда встроена кухня, какие-то могут быть встроенные места хранения, и опционально девелопер предлагает приобретение мебели, которую, вот, кстати, если объект чуть дешевле и не хватает до 300 тысяч получить для того, чтобы подать на ПМЖ, можно это тоже поправить с помощью добавления мебели в стоимость объекта. И действительно существует несколько приемов, я так аккуратно это назову, как структурирована оплата объектов, и по тем изменениям, которые произошли на нашей стороне, действительно, это оплата объекта долевого строительства. Я перед тем, как задать следующий вопрос, попрошу в чате опубликовать еще один наш вебинар. Буквально на полторы недели назад мы с коллегой Ириной Катрич обсуждали вообще, какие сейчас иммиграционные направления есть. Есть у россиян, у украинцев, какие возможности открыты, какие не открыты. Я думаю, что будет интересно, а теперь в связи с этим все-таки вопрос. Значит, приобретение недвижимости и ориентировочные сроки получения ПМЖ по вашему опыту по последним месяцам. Как это все происходит, насколько это вообще прожизненно, сколько это реально сделать в разумное время. Да, безусловно, после 24 февраля в целом все операции с европейской недвижимостью, они удлинились, и Кипр тоже не исключение. Тем не менее, средний срок организации всей сделки это около двух месяцев. Сделка может быть проведена полностью онлайн, и доля таких сделок в этом году занимала 20%. Безусловно, все научились в пандемию правильно это организовать, и наше агентство, и девелоперы на Кипре. Поэтому удаленная сделка, она будет, ну, просто чуть быстрее, поскольку мы сокращаем время на выбор объекта. Удаленный выбор объекта возможен в том числе при видео в реальном времени. Наши агенты, наши партнеры показывают клиенту реальную картинку и реальное видео объекта. Поэтому, в общем, это достаточно просто и возможно. Но вот, как я сказала, 80% сделок, они происходят оффлайн, когда человек прилетает на Кипр и делает обзорный тур, выбирает объект. То есть самый такой быстрый путь, это занимает где-то порядка, вместе с поездкой, осмотром объекта в пределах месяца. То есть сначала мы делаем онлайн-подборки, выбираем из лонглиста шутлист, клиент едет, выбирает и подписывает договор о бронировании. И дальше можно уже удаленно осуществлять все следующие действия. Это подписание договора, прохождение комплайенса банка. Это, наверное, самая длительная процедура, потому что деньги должны быть зачислены насчет застройщика. И банк, принимающий стороны, должны оценить комплайенс и денежное происхождение средств покупателя. Эта процедура и была, в общем-то, и не быстрая. Сейчас, с учетом всех изменений, она удлинилась. Самый быстрый комплайенс – это 2-3 недели, ну, бывает, конечно, и месяц. Вот, дальнейшая сторона оформления сделки техническая, как правило, проведение платежа. Мы всегда помогаем и контролируем как выпуск денег из России, так и прием денег на Кипре. Это требует менеджерских усилий, но, наверное, тоже нужно отвести от 1 до 2 недель. И вот совокупно 2 недели – это в хорошем темпе для осуществления всей сделки. И после этого можно подавать документы на ПМЖ в средний срок рассмотрения ПМЖ – около 4 месяцев. Популярный вопрос. Я его в применении Кипру и задавал, когда еще программа гражданства была в силах, два года без нее живем. И сейчас вы видите неадекватное завышение цены на некоторые объекты, которые ценны для покупателя возможностью получить ПМЖ, а не, собственно, своей недвижимостной сутью? Вы знаете, нет. Если правильно выбрать провайдера, которым мы являемся, если правильно выбрать девелопера и объект, который приобретается, то это будет абсолютно рыночная цена. Потому что, знаете, несколько раз, особенно после того, как закрылась программа гражданства, предсказывали Кипру, что сейчас все упадет, цена упадет. Но этого, честно сказать, так ни разу и не случилось. Цена в разные годы либо немножко подрастала, либо подрастала более интенсивно. Поэтому я не припоминаю сейчас вот в периоде где-то пятилетнего падения цен. Была, может быть, какая-то стагнация, может быть, иногда девелоперы предоставляли какие-то скидки, но в целом средневзвешенная цена недвижимости на Кипре растет. Поэтому найти объект с большим каким-то дисконтом или, наоборот, с невероятно завышенной ценой, ну, наверное, таких вот случаев, они либо единичные, либо их нет совсем и связаны, как правило, с очень конкретной локальной ситуацией с привязкой к конкретному объекту. Хорошо, тогда, ну, понятное дело, что иммиграционная составляющая на Кипре это первый важный момент, по крайней мере, и для граждан России, и я знаю, для граждан Украины, и, кстати, не только для граждан России и Украины. Плюс 71% роста для иностранцев это не только покупатели с Северо-Востока, да, это Европа, которая тоже вновь в условиях непонятных. И Европа, и Израиль, и достаточно большой процент иностранцев приобретает недвижимость на Кипре, он колеблется, но в этом году израильтяне тоже стали более заметными покупателями, чем в прошлом. Да, и вот я смотрю цены, значит, вы действительно сказали, я тоже статистику, наверное, смотрел, в пределах 10%, то есть на Кипре нет вот таких, нет такого безумного роста, где-то побольше, где-то поменьше, но при этом все-таки очень большой рост интереса в моменте, не связанного исключительно с инвестиционной составляющей. В этот момент вопрос со стороны потенциальных инвесторов, если вот инвестору заходить сейчас в, ну, куда-то, можно ли в принципе рассматривать Кипр? И при том, что, в общем, ну, никогда чисто инвестиционным направлением Кипр не был. И как вы видите вот эти перспективы, не получится ли так, что через некоторое время, либо, дай бог, мир станет спокойней, либо просто число людей, которые в моменте захотят резко покупать, уменьшится, и, соответственно, цены начнут уходить не в ту сторону? Да, очень хороший вопрос. Здесь я бы отметила, что традиционно инвестиции в недвижимость приносят доход из-за цикла строительства, то есть это как бы капитальные вложения. Если вы зашли, допустим, в объект для реновации или в объект на низкой стадии строительства, назовем это на уровне котлована, то вы всегда на таком объекте заработаете. Ну, если опять-таки там нет каких-то фундаментальных предпосылок, там, падения рынка или неудачной локации. И вторая вещь, на которой зарабатывать на недвижимость, на аренде. Значит, если мы говорим о доходе на цикле строительства или на реновации, здесь будет классический доход от 15 до 25 процентов за вот этот цикл строительства. Он не сильно отличается от других европейских стран. Здесь опять-таки вопрос правильного выбора объекта, правильного выбора партнера, структурирования сделки. И инвестиции на капитал, безусловно, могут быть высшие, поскольку рассрочка и привязка оплаты к этапам строительства – это распространенная популярная история на Кипре. Поэтому для инвестиций в строительство это по-прежнему интересный остров, интересная локация, сопоставима с другими европейскими странами. И здесь вопрос верю-не верю и можно ли где-то в мире еще больше заработать, чем, допустим, на Кипре или в Старой Европе. Вторая история – это заработок на аренде. Он классический был, есть и остается, это от 3 до 5 процентов годовых в евро, поскольку спрос курортного направления на Кипре был, есть и остается. Он такой достаточно ровный, он проседал, безусловно, в пандемию, но сейчас, особенно в этом году, объектов хороших на долгосрочную аренду было практически не найти. Они были все очень хорошо заняты. Крадкосрочные объекты попадают, так сказать, в поле зрения, тоже это конкретные объекты, и крадкосрочная аренда – тоже отдельное направление бизнеса. И есть компании, объекты, которые этим занимаются, поэтому здесь нет тоже предпосылок, что что-то изменится, станет меньше туристов и меньше будут арендовать. Поэтому это традиционная, понятная и достаточно прогнозируемая локация для получения умеренного среднего дохода. Окей, давайте перейдем к вашему объекту. Вот он, какой замечательный, апартаменты в пентхаус в Лимассоле. Несколько слов, пожалуйста, об этом. Да, мы привели этот пример, как, наверное, самый такой распространенный и запрос, и возможности по приобретению недвижимости на Кипре в Лимассоле, потому что Лимассол – самая востребованная локация, это крупнейший город, здесь сосредоточена вся инфраструктура, в том числе хорошие международные школы, здесь много торговой, развлекательной инфраструктуры, прекрасное побережье, много недвижимости и достаточное количество людей. То есть он самый комфортный, интересный город, который вызывает максимальное количество запросов. Сам район Гермассоя тоже востребованный, такой семейный район, поэтому квартира с несколькими спальнями будет актуальна, переезжают и размещаются люди, как правило, семейные с двумя или более детьми. И, собственно, вот этот чек 700 тысяч евро, диапазон от 500 и 700 тысяч евро будет самый популярный, за эту сумму можно приобрести качественный объект, пентхаус даже, с хорошей отделкой, с собственной бассейном или джакузи, с прекрасными видовыми характеристиками и с шаговой доступностью до моря. Наверное, вот почему мы выбрали такой объект, где цена, качество и лайфстайл, который можно получить от этого объекта, он в том числе будет очень привлекательным и для аренды долгосрочной в том числе, вот именно по этим характеристикам, которые я сказала. Обращу внимание, что этот объект с очень хорошей отделкой, она включена в эту стоимость, это качественные материалы, прекрасные панорамные окна и вся инфраструктура, которая необходима для постоянного проживания, для проведения каких-то длительных каникул отдыха, она вокруг этого объекта и вообще в этом районе очень хорошо представлена. Отлично. Ну что ж, дорогие друзья, Ирина Мошева, управляющая партнером Intermark Real Estate. Ирина, спасибо вам огромное. Спасибо, Клип. Да, пожалуйста, наши контакты. Контакты опубликовали мои коллеги. Вопрос, ну, Кипр, на самом деле, не только Кипр, но об этом к Intermark мы еще сегодня вернемся, примерно минут через 20. Будем рады ответить по всем вопросам нашим клиентам, по всем вопросам недвижимости всего мира. Отлично, спасибо огромное.